Представители знака Зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю со 2 по 8 октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но мы предполагаем, размышляем вместе с вами и допускаем развитие альтернативных вариантов событий или нашего восприятия, или, я надеюсь, мы проведем с вами приятное время. Словом, какой-то инсайт определенно вы получите. Я уже подготовила колоду карт. И давайте мы с вами первую карту зададим или достанем, точнее. И она будет звучать как главное событие, что важно знать на неделе. Чему придется уделять внимание, может быть, так. Чего не избежать или неожиданности, как видят карты. Чему сейчас не время или что может помешать. А что будет помогать, давайте узнаем. И достанем еще такую карту, что скрыто, может быть. Не то, что специально кто-то от нас скрывает. Может быть, мы и сами что-то не замечаем. Не придаем большого значения. Энергетику посмотрим по трем основным сферам жизни. И первое, это у нас дела работы, бизнес будут. Теперь энергетика денег тоже узнаем. Как видят карты, личную историю или хотя бы тенденции к чему. И достанем карту, как совет. Подытожим все предыдущие карты. Итак, что важно знать. Старший аркан справедливости. Ну вот, знаете, от наших приложенных, может быть, прежде усилить то, что мы делали до этого времени. Или, правда, какая-то ситуация, которая у вас тянется достаточно давно. Но с учетом близившегося уже коридора затмений, тот, который у нас состоится с 14 по 28. И 14 для вас как раз солнечное затмение в вашем знаке. И сейчас Марс в весах тоже в вашем знаке. Как будто как побудительная сила решить какой-то вопрос. Может быть, в чем-то и поставить точку. Или на что-то решиться. Так вот, все вот эти события, которые у нас теперь словно в октябре развиваются, это как бы основа или начало могло равняться началу года или апрелю месяцу. Ну вот где-то в этом промежутке, может быть, конец января-апрель. То, что появилось, может быть, в нашей жизни новое. Или то, что мы себе задумали осуществить. Или еще какие-то события. И здесь вот мало-помалу, постепенно, может быть, обрастая какая-то история, разными ситуациями, событиями, новостями нас подводить может к какому-то итогу. И вот как раз Аркан Справедливости – это когда мы получаем то, как будто что заслужили. Или то, к чему прикладывали усилия. И как мы там повели себя, может быть, в предыдущий период, теперь нам приходит, опять же, тоже результат. По этой карте мы не должны себя подвергать риску, это точно. И посмотрите, мои дорогие весы, у нас на карте Справедливость. Первое – весы изображены. Так вот, что имеется в виду? Быть честным с самим собой и держать эмоциональный баланс. Вот это очень правильно. И, наверное, просчитать любую ситуацию, а вы как раз интеллектуалы, вы можете это сделать. Вот так, хладнокровно, рационально. Просчитать на пару шагов вперед, правда. Вот вам карта первая говорит, как предположить хотя бы, в какую сторону пойдет развитие ситуации. Или, если это пойдет с плюсом, или так, как я предполагаю, или хотел, или хотела, то как это будет выглядеть, какой конечный итог, продукт. А если что-то пойдет не так, мои действия, допустим, или как может, ну, где-то с минусом, насколько плохо или хорошо, одним словом, развиваться та или иная ситуация, процесс или тема вашей жизни, которая сейчас вас беспокоит, может быть, больше всего, главенствующей является в этот период. Давайте мы узнаем неожиданности. Получение денег, видимо, какой-то, или решение какой-то финансовой ситуации. По шестерке пендаплик, как будто деньги есть. Но если нам об этом говорят, как будто, может быть, или денег больше, или помощь какая-то, или то, что вы заработали, или какой-то финансовый бонус, или решение вопросов имущества, вашего дома, жилища, переезда, или какой-то бизнес составляющий, или по этим картам, может быть, знаете, тот доход, который мы получаем. Допустим, вы сами на себя работаете, или вы развиваете свое творчество, ремесло, хобби, и что-то здесь идет, ну, вы просчитали одно, а тут как будто больше плюс. По этой карте мы можем решить вопросы с банками, например, и тут у каждого по-своему. У кого-то это кредит, ипотека, у кого-то я рассчитаюсь окончательно с банком, наоборот, закрою кредит. У кого-то из вас это предусмотрено по этой карте, особенно по шестерке Пентакли, она еще называется карта Мецената, почему я сказала, что нам приходят на помощь. Могут одобрить, может быть, наш какой-то творческий проект, или нас увидеть, заметить, может быть, через наше творчество, через наше ремесло, и тоже как будто профинансировать. Ну, все зависит от того, чем вы занимаетесь. Я повторюсь, но от приложенных наших усилий мы получаем какой-то результат. И по этой карте нам как будто это тоже подтверждают деньги. Если мы говорим в неожиданности, те деньги или решение финансовых вопросов мы, может быть, и не ожидали, что вот либо помощь такая придет, либо деньги придут, либо как-то в плюс развернется колесо истории, или какие-то новые возможности заработка появятся, чему сейчас не время. Ну, где-то холодности, отстраненности, хотя нет ничего, чему сейчас не время в отношении вас. Король мечей. Да, это рационализм, хладнокровие и интеллект. Где-то все вместе. Но это ведь ваша карта-сигнификатор. И когда мы надеемся сами на себя. Нет явных помех. Единственное, рассчитать, наверное, что-то придется, потому что у нас впереди аркан справедливости. Мы не должны, наверное, себя как и подвергнуть риску, так и, я бы сказала, проблагодушевствовать. Вот, скорее всего, так. Надеемся сами на себя. Или, может быть, это связано будет с конкретным человеком. Разве так ведь тоже может быть. Не время, может быть, ну, уделять много внимания или оказывать какую-то помощь человеку, который тоже, как и вы, рожден. Весы или Близнецы, или Водолей, или имеет асцендент, или по Луне, может быть, так вот тоже может проигрываться. Потому что по шестерке Пентаклей, смотрите, есть еще такое значение, как будто нам сказали о том, что деньги в рост, или решение каких-то вопросов финансовых. Мы можем принимать финансовую помощь, но карта эта еще и говорит, помни рука дающего, завтра будет рукой просящего. Значит, если вы что-то просчитываете наперед, мои дорогие весы, и я не могу обсчитаться или просчитаться с чем-то, нужно финансовую какую-то вашу историю вести словно очень четко, понимаете, просчитывая до мелочей, или где-то наперед не одним днем, а как будто на будущее сделать себе подушку безопасности. Что помогает? Мир помогает. Да, карта мира. Ну, может быть, и буквально, когда нет какого-то противостояния, нет конфликта, обстановка такая более для вас, более комфортная, потому что где-то мир – это гармония, это порядок какой-то. И для кого-то из вас ваша популярность, которая может как раз возрасти за эту неделю или какой-то переломный момент именно в вашей популярности, в признании ваших заслуг, вашей экспертности, вот что-то такое может тоже быть, потому что по карте мир это все предусмотрено. И не случайно у нас как будто даже венок лавровый венчают или в центре карты находятся, и уже все стихии как будто вокруг парят какой-то славы, почета, какой-то удачи, возможностей. И по этой карте вот когда мы уделяем внимание своим планам именно, реализации собственных желаний, это нам помогает. Когда мы прикладываем усилия к чему-то или идем вперед, когда мы о себе заявляем про популярность, да, я продолжаю. Так вот, по этой карте нам еще может помочь как работа в интернет или расширение наших возможностей. Значит, продумайте посредством интернет, правда, многие вещи можно для себя как будто преобразовать в плюс. Ну, каждая ведь своим каким-то делом занимается, но факт нам будет помогать, когда мы не где-то там в уголке на вторых ролях, а все-таки на авансцену выходим. А для кого-то конкретно поездка, переезд как будто тоже нам помогает. Это 21-й старший аркан. И если мы говорим вот те приложенные усилия или то, что мы планировали, мы как будто получаем какой-то результат. 21-й, последний старший аркан. Как раз о каком-то итоге. Вы увидите плоды труда своего. Что скрыто? Праздник. Значит, как бы тут не развивалась ситуация, у нас может быть разное настроение, или мы можем себе сомневаться, или мы можем пытаться решить какую-то ситуацию. А тут как будто все равно для вас, как вот с арканом мир, я сказала, так вот не просто, видимо, сам по себе, как победа, да, или итог. А еще и праздник, когда нас что-то воодушевляет. Придает сил, как и творческих, так и буквально, может быть, физических, смотреть в будущее с оптимизмом, строить новые планы и по тройке кубков разделить свой успех с друзьями. Какой-то успех у вас на пороге, мои дорогие. Признание, повторюсь, или известность, популярность. Вот того, наверное, дела, которым вы занимаетесь. И даже если вы в своей просто профессии, на которой вы работа, на которую мы ходим каждый день, и, значит, там тоже есть возможности либо сделать карьеру, либо быть тем специалистом, к которому все обращаются, то есть все равно какая-то новая ступень должна вот-вот последовать в вашей жизни. То, что нас не просто радует, делает счастливым, но потузу мечей – это выход из лабиринта, это какое-то окончательное решение, это тоже где-то про итог. Когда мы в чем-то ставим точку, теперь мы точно знаем, что мы будем делать дальше. И если до этого был период, когда туда-сюда было непонятно, что-то двойственное, не определено, вот на этой неделе уходят сомнения, и вы знаете, как действовать дальше. Это решение, это интеллект, есть как бы сила мысли по этой карте, и не случайно я сказала, выход из лабиринта, какова бы ни была запутанная ситуация, благодаря, как и может быть отчасти, работе и интеллекта вашего, и хладнокровия где-то, и одновременно интуиции, все-таки интуиция нам помогает, хоть карты вот все не говорят об этом, но интуиция – это что-то эфемерно неуловимое, но то, что существует, подсказки нашего шестого чувства, иными словами, где-то близко к мыслям, а как раз мечи – это и есть наши мысли, это вот то пространство, и те наши побуждения, которые мы в пространство, думая о чем-то или желая чего-то, чем-то как самореализации или исполнения своего желания, мы это желание отправляем в пространство. И почему говорят правильные мысли, то, что мы думаем сегодня, мы завтра получим, и если мы сегодня допускаем какое-то поражение, тогда не удивляемся, что завтра у нас что-то не получилось. Абсолютная уверенность в собственных силах должна быть. И к вам как будто приходит. Финансы, хотя нам сказали, что финансы как раз… Есть вопрос – либо получить, либо решить какое-то дело ваше, какую-то тему, может быть, либо закрыть, либо начать у каждого по-своему. Вы останетесь довольны. Папажу кубков – это большее вдохновение, настроение, и, значит, нет каких-то, ну, таких патовых ситуаций, я могу сказать, по финансам. Вы все можете решить, даже если кому-то придется, к примеру, потратиться на детей. Иногда папажу кубков проходят наши дети, и может быть решение каких-то вопросов. Но у нас сверху шестерка Пентакли, вам все по силам. Личная жизнь, победа. Хотя тут не про любовь, а про победителя. И про ту победу, которую мы должны удерживать. Все то, чего мы добились. Вот, наверное, такой расклад, когда начинается у нас со справедливости. Я сказала, вопрос какой-то мог начаться уже месяцами раньше. А теперь мы приходим к такому итогу, дважды итогу, когда мы чувствуем, что действительно какая-то самореализация у нас удается. Но удерживать свои позиции нам придется. Мы не можем расслабиться. У кого-то может проиграться личная жизнь или вопросы личной жизни. Которые, может быть, тоже пересекаются где-то с вопросами денег, имущества, недвижимости, еще как-то зарабатывание денег. Может быть, посредством, к примеру, удаленной работы. Вот у кого-то запросто такое или хобби может проиграться. И тогда дважды, как будто у меня тогда все сферы моей жизни будут в каком-то балансе. Потому что у вас это все находится под контролем. Но даже если ваша работа совершенно другая, все равно есть карта победы. Это победа наших каких-то чистолюбивых устремлений. Значит, как минимум один вопрос на неделю у вас точно получится решить. Но карта не говорит, что мы успокаиваемся. Карта, наоборот, говорит, если ты успокоишься, все пойдет в кривь и в кость. Поэтому все контролируй. Карта совет. Вообще, это карта ожидания, может быть, я ее так называю. Но, безусловно, королева кубков это придворные кубковые карты двора. Говорят о личной жизни, где-то о наших супругах или отношениях в паре с тем человеком, с кем мы вместе проживаем. Значит, это какая-то ваша личная, может быть, история, которой вы должны уделить внимание. Или правда. Просто карта говорит, не торопись. Используя интуицию. Это карта интуиции и мудрости одновременно. Поэтому, продумывая себе какие-то дальнейшие шаги или подводя итоги, мои дорогие, мы про лабиринт говорим, не нужно себя поторапливать. Уметь, может быть, насладиться тем моментом, в котором мы видим, у нас что-то получается. Себя похвалить за что-то. Может быть, отчасти в хорошем смысле себя побаловать, словно закрепить этот успех. Я всегда говорю, когда получается у нас какое-то дело осуществить, нужно себе купить какой-то пустячок. Пусть это будет как маленький талисманчик. Когда нам будет, не бывает ведь всегда со знаком плюс, правда, но вот когда нам будет не очень хорошо, мы вместо каких-то мрачных мыслей или ненужной философии просто посмотрим на этот предмет и вспомним, что был уже в нашей жизни какой-то период, который мы как преодолели. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда. Субтитры создавал DimaTorzok